Друзья, с вами по-прежнему Никита и Филипп, и... Глава десятая. Ловушка захлопнулась. Микрофон включил? Да, конечно. Ты ж хлопал. Неопределённость, словно тёмная туча, легла на округу. Никто из жителей не хотел верить, что человек, которого они принимали как своего короля, на самом деле был самозванцем. Но доказательства казались неопровержимыми. Снова и снова дворяне выступали в качестве свидетелей. Король Ричард на три головы выше этого обманщика, говорили они. Или ещё. У Ричарда были золотистые волосы, а не рыжие, как у этого подонка. И снова и снова возникал вопрос. Если это всё-таки Ричард, то где же его корона? Так, поле мы собрали. Все жетоны, как необходимо, перевернули. Исключение жетоны с двумя звёздочками или двумя месяцами. Да ё-моё! А тут две было? Да! Два! Этот так лежал, всё. Где-то ещё были два. Нет, всё. Высыпьте содержимое мешкарином с игровым полем. Компоненты после предыдущего сыгранного приключения также возвращаются в общий запас. Так, разбойника. Ну, я за Робина по-прежнему. Ну, я также за птицу. Лук, шкура и меч. Лук, шкура, меч. Давай сразу, что у нас шкура делает. Если вы исследуете жетон одного из торговцев, и тот предложит вам обмен, вы можете переместить кубик со шкуры на любой другой предмет нижнего или нового свитка с предметами. Вот. Так. Тут два разных мяча. Там двуручный мяч. Угу. Один вытянутый белый кубик считается за два. Он с тем мячом. А, нет, шабар. Потом, потом. Давай, потом. Давай, а то сейчас пропустим что-нибудь. Так. Деревянный диск в мешок. Вот эти. Теперь, смотри, красный, серый, лиловый, белый. По одному. Этот пока не надо. Теперь каждый игрок берет кубики. Шесть лиловых, один белый и один красный. Угу. Шесть лиловых, один белый, один красный. Шесть. Шесть. Белый. Ты их высыпал? О, Никит, ты ни хрена не высыпал. Сейчас. Пипец. Да, сейчас я разберу. Раз, два, три, шесть. Красный, белый. И давай. Вот эти. Печатки. Раз, два, три, шесть. И красный. А это все назад. Это я сейчас уберу. Эти печатки назад. Вот этот тут сюда вернем. А это все сюда. А это сюда. Так, это сюда. Да, все. Четыре всего у нас фишки песочных часов. Угу. Что-то надо будет быстро сделать. А бард где? Шесть. Угу. Господи. А, слушай, возьмите четыре дворян. Высыпь печать. А, нет, четыре печати с дворянами. Доставай печати. Поторопились. Угу. Подожди, подожди. Ну, все надо высыпать. Не, не, не. Вот, еще одну. Ага. Вот у нас четыре с дворянами. Ну. Вот это обратно убирай. Ага. Подожди, не убирай. Сейчас. Перемешайте их гербовой стороной вверх и разложите по одному на житойну 61 в тени слева вверху в лесу. 61 в тени слева в лесу вверху. Вот. Сюда. 73 справа вверху в лесу. Справа. Вот здесь. 75 справа внизу в лесу. Справа внизу в лесу. 75. А, нет, это все. Вот. Это справа. Да. Вау. Слева внизу. И 252 перед водопадом. Угу. Угу. Затем переверните печати. Их цвет укажет, куда каждый игрок поставит свою фигурку соответствующего цвета. Коричневый. Серый. Коричневый. Вот эти надо было. Смотри. А-а-а-а. Ха-ха-а. Блин. Я забираю. Это же с дворяном. Ну, тут с локол какой-то. Это с орлом. Да. Ну, все, забей. Оставь их тут. Я сейчас положу рандомно. Смотри. Раз. Тут синий. У нас тут нет. Тут желтый. Три. Тут зеленый. Угу. Четыре. Тут зеленый. Ну, значит, я вот здесь. Не, ну, ты все правильно сделал. Типа, там орел вообще. Пусть пока подлежит. Стоящую лиловую фигурку на жетон 64. Продолговатый в середине леса. А-а-а. Продолговатый 64. Угу. Че ты падаешь, блин? Пьяный уже, что ли? Йоу. Горцует там, блин. Все восемь печатей в мешок. Угу. И вытяните одну печать, уложите ее в выемки один, лицевой стороной вверх, и выполните ее условия. Это стартовые условия. Типа такие, да. Да. Четыре. Десять. Двенадцать. Двадцать. Двадцать. Десять есть. Четыре. Двенадцать есть. Двадцать шесть. У нас вот тут. Нормандец. Нормандец. Так, 16, 21, 28. 16, 21, 28. 21-21 где-то как будто тут было. 21-16 вот здесь. 21-16 где-то тут было. Да, вот все. Это выполнили. Да. Молодцы. Второй лиловый диск. Выемку для печати 3. Да, просто положительный шок. Переяните жетоны Гонец. 320 на новой части игрового поля. Сверху, да. Гонца нет. Гонца нет. Сундук 190 в верхней части леса. Там был. Переворачивай. Грибы. Грибов нет. О, я бы похавал сразу. Важно. Жетоны Пещера и Палатка 324 и 77. Оба на новых фрагментах игрового поля. Должны быть повернуты так, чтобы на них не был виден знак вопроса. Фигурка брата Тука на жетон 35. В центре леса. В центре леса. У них то тут центр леса, а то там центр леса. Стоял в верхней части жетона на тенистой лесной. Ну, короче, здесь. Новое правило для брата Тука. При исследовании жетонов персонажей, игрок, у которого есть брат Тук, может задать два вопроса. То есть после ответа на первый вопрос можно проигнорировать переворот жетона вопрошаемого персонажа, и игрок может в тот же ход задать второй вопрос. Робин и его товарищи разработали план. Корона приведет их к зачинщику интриги. Они полагали, что настоящая корона должна все еще быть здесь, в Ноттингеме. И были уверены, что тот, у кого в настоящий момент находится корона, это тот же, кто похитил Алекса. Кто это мог быть? Единственная подсказка, которая у них была, заключалась в том, что он говорил по-гельски и мог быть шотландцем. Первая задача. Вы должны выяснить, у кого находится корона до того, как последняя фишка часов будет убрана с плохой концовки. Алекс тем временем рассказал друзьям о других заключенных в крепости. Наверное, около 50 человек. Я понятия не имею, кто эти бедняги и откуда они, сказал Алекс. Но не думаю, что они продержатся там долго. Две цели приключения. Обе должны быть выполнены в любом порядке. Вы должны владеть настоящей короной. И второе. Вы должны выяснить, что за люди заключены в крепости до того, как последняя фишка часов будет убрана с плохой концовки. Теперь переверните большой жетон в лесу, 70, так, чтобы были видны символы темных событий. Сейчас. Вот этот. А. Это памятка, по сути. А. Угу. Отныне, вытягивая красный или лиловый диск, вы больше не должны смотреть в книгу, зачитывая последовательность. Просто смотрите на картинку и выполняйте изображенные события по порядку. Вложите золотую закладку сюда. Вытащите из мешка первый диск. Начинайте приключения. Вопрос. Этот был перевернут или мы забыли перевернуть? Мужик. 110. Угу. Вот этот мужик, который... Да-да-да, наместник этот. С ним общаться бесполезно. Мы забыли его перевернуть. 110 здесь нету. Да, переворачивай. Угу. Ну, нам надо, смотри, выяснить. Что за люди? Угу. А где корона? Надо иметь корону и узнать. Вот как сложно сейчас. Ага. И этот тут сидит посередине. Цепляй братца тука, иди в ту сторону. Да, сейчас... Что сейчас ходить будет? Давай посмотрим сперва. А в ту сторону куда идти? Там нет ничего. Там нас ничего не заботит. В смысле? Тут всё закрыто. Угу. Нас вот это интересует только часть. Ну, девушка, да? Да. Этот дурачок, шаман. Это торговец. Ну, и то торговец. То вот точно торговец. У этого может хоть узнать. А как узнать, кто там в крепости тогда? Не знаю, всё перевёрнуто. А, это тоже закрыто. Да. В пещеру нельзя, лагеря нет. Я жетон, если что, достал, я не знаю, что там. Вот в этом и фишка. Всё закрыто. Да, вот раз, два, три, четыре. Значит, с наместником надо. Надо его брать за грудки и разговаривать с ним. Да, я же о том же. И это тут посередине. К ней надо, но он не даёт. А вот поэтому он там и стоит. Да. Значит, с ней надо контактировать. Нам перекрыли воздух. Да, и тут дофига этих. Их надо выщёлкивать. Но это на рандоме прилетело. А это стоит, ну, как бы по задумке. Это на рандоме выпало. А кто ходит? Сейчас узнаем. Проблема в том, что вот это нам позакрывали. Главное, мы там выпали и нам там всё закрыли. Да. Какого хрена? Оба. Оба. Давай я в Нормана постреляю. Чтоб тебе проще было. И этого на себя отвлеку. А вот тот чёрт. Я его на себя отвлеку. Он за мной побежит. И я дальше побегу к наместнику. А, этот, кстати, крестьянин. Он может что-то знать. Слухи какие-нибудь. А если нет? Слухи какие-нибудь. А если нет? А тут как бы не угадаешь. Опять же, смотри. Ты туда пойдёшь. Там Норман сидит. Тебя поймают. Будешь там потом торчать. Там-то и прикол. Нет. Отвлекать. Тебе надо идти к нему. Отвлекать этого. Самый лучший вариант. Хорошо. Мне кажется, да? А я его схвачу. Он к тебе пойдёт. А я к ней пойду. Бежать? Мне может пока по котам кубики. Блин, он вот так будет ехать. Он на неё встанет. Да? Ладно. Давай тогда я пойду побегу. А поможет ли? Давай сейчас подумаем. Подожди. Как далеко ты встанешь? Вот так. И он через низ ко мне пойдёт. Ну, да. В теории, да. Тут расстояние. Прочайший путь. Мы сами выбираем. Тут одинаково. Одинаково. Да. Согласен. Всё, я походил. Ты. И до тебя ближе, чем до меня. Я пошёл. Ну, ты тука сейчас зацепи. А может с костром? Взаимодействовать. А потом только зацепить. А потом... Ну, там же не обязательно с ним останавливаться. Тебе на ходу его зацепишь, за ручку схватишь и побежишь. У тебя лук есть. В принципе, можешь и пострелять. Слушай, ну, может поэтому постреляешь? По дворянину пока он тут. И покопишь. А, ну тебе не хватит тогда, да? Он без мешочка, он с рогом. Он рог даст. А, ну да нафиг. Рог что даёт? В рог даёт. Может, это что-то хорошее. Когда из мешка любым игроком вытягивается диск, вы можете за один рог вернуть его в мешок, не применяя эффект, взамен вытянуть другой. Ну, этого отвлекать полезно. Типа. Нормально завалить, несложно завалить. Нет, его не завалишь. У нас там кубов недостаточно ещё. Да слуха ты его не завалишь. Точно не надо с ним рядом останавливаться? Просто он на лету подхватывается? Да. Сейчас. Там типа остановитесь рядом с ним. Игрок, который коснулся фигурки брата Тука. Ага. Может, если он двигается дальше, в конце перемещения передвинуть, да? А, то есть я могу так коснуться, типа и дальше? На ходу, да. За ручку его хватаешь и бежишь с ним. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин. Ты можешь его схватить и... Я пока с костром, а на следующий раз сквачу. Давай, что там? Да. Так, ловушка захлопнула, 183. Давай. Вы обнаруживаете брошенный костёр. Тот, кто расположился здесь лагерем, покинул это место недобровольно. Угу. Там лежит меч, а в кожаной сумке вы находите мешочек с золотыми монетами. И вас перехватывает дыхание. Королевское знамя. Золотой лев изображён на красном фоне. Что это значит? Сейчас вы можете поместить по одному кубику вашего цвета на изображение меча и мешочка с золотом. Нашёл золото и меч. Отлично. Теперь в рукопашку вообще непобедим. Угу. Ну и штуком у тебя будет, как в прошлом сценарии, и он закрывается. Да, да, да. Всё. Всё, давай дальше, давай. Блин, у нас по сути четыре хода. Правильно, всё, про всё. Поехал к тебе. Правильно, всё. Правильно, да. Вы так и планировали. Ну а то, если б я сейчас выпал. Два лиловых положи. Если б я сейчас выпал. А, подожди, смотри, правило. Лиловый красный. Теперь вы не там смотрите. А, лиловый красный, офигеть. А, кстати, а этого нету. А где красная фигурка? Подожди, я, наверное, пропустил куда-нибудь. Может быть, посмотри. Я тогда пока не кидаю, давай. Нет, ты кидай лиловый красный в любом случае. Красную на жетон 74 посреди леса. 74 посреди леса. Да, но он побежит туда. Ага, опасно. Ну, типа, ну сразу он тебя не схватит. Это ж, опять же, это ж если проверки проходить, только он двигается. Да. Проверки нельзя проходить. Вообще, это ж так. Ну, вот здесь встанешь, нормально всё будет. Ну, ладно, поехали. Давай. Красный. Красный. Два красных закидывай. Давай. И, подожди, это, во-первых, это... Повозка поехала. Минус один бар за каждого игрока. Это минус два. Уверен, что за каждого? Вот, игрок равно минус один-два. Да. Достаем печатку. Вражники атакуют и часы сбрасываются. Три, восемь, двенадцать, десять. Десять ушёл, это хорошо. Так, восемь. Это вот здесь появился. Двенадцать, десять. Двенадцать ушёл. Наверху. Десять ушёл. Десять посерёдке вот здесь появился. Это нет, он ушёл. А. Он ушёл и двенадцать ушёл. 3, 8, 12, 13, 14, 28 Т3 переверну Да Да, да, да 13 14, 28 14 вот здесь Все Окей Дальше Бой, боя нет Одни часики Два куба перечеркнуто красных Теперь не кладутся Теперь не кладутся Они за фиолетово кладутся А, серьезно? И ноль равно Проигрыш, если нет часов Это часики нарисованные, а не кубики А, часики, а кубики нет Убрать часики, а кубиков нет Нет, кубики не кладутся Добавляется один фиолетовый, а один только красный Но это прекрасно То есть он здесь чуть по-другому Механика чуть поменялась Клево Поехали дальше Ты Попешал Ну, цепляй брата Главное, что этот ушел Меня теперь не схватят Прям в тему ушел Вот я коснулся Смотри Раз Дальше побежим Два Да, твою ж Не достаешь Подожди Стой, стой, стой Да достаешь, короче Вот так уголками И уголочек к уголочку Есть Поможет Поможет Это он мне опять либо меч Сейчас даст, либо топор Ну, короче, какой-то фиг Шотландец мы знаем Надеялся встретиться с тобой Прими этот дар леса Припасы дал тебе Надеялся со мной встретиться Дал тебе Припасы Хорошо И все Хранитель Ну, видишь, он никаких нам намеков не дал Он нам сказал, что они в крепости сидят Вот в этой Нет, тут мы не можем взаимодействовать Их в крепость утащили А мы туда не сможем зайти Значит, сможем Поволокли в каменную крепость Это башня замка Хорошо Он тебе говорит, что эти люди Это добыча Это воины пленные Норманы их пленили Ладно Блин, ну это вообще нам ничего не было Давай, это спит Да подожди Я могу там тебя толкнуть мешком Или я могу походить Не надо, зачем? Потом меня толкнешь Ааа Угу Давай я сейчас с этим поговорю Потому что мне потом болеть надо будет Давай У меня все равно кубов больше нет Я буду на собрать Давай, ты за золото меня, короче, двигаешь И потом еще мой ход будет Беги Надо максимально эффективные действия делать Пешочком Зарой белый кубик Эффективные Потому что это был неэффективный ход Мы толком ничего не можем Я сейчас этого пробую Может что впороть Угу Так, 110 Угу Ну он сейчас стражу позовет Не, ну что, серьезно ты думаешь? 113 Наместник смотрит на вас широко раскрытыми глазами Его взгляд выдает смесь удивления и восхищения Важно Только если один из вас уже исследовал плотника Коллина Вы должны прочитать текст, написанный на этой странице в плашке Вот информация Да В ином случае продолжайте читать здесь Затем наместник кричит Стража! Преступник! Сам он Ну, у нас доказательств на него не было Сам он пускается бежать и мчится к реке Если они еще не лежат лицевой стороной вверх Переверните жетоны 7 и 13 Так, чтобы были Они оба были видны 7 И 13 Ну, он этих позвал, как обычно Понятно, понятно Затем переверните жетон наместника, чтобы его больше там не было видно И жетон 260 слева от реки 260 слева? Нет Вот он Сюда он сбежал, что ли? О, ты ж! Да Ой, он приготовился сражаться, гад Скотина Ну, это он, 100% Это он, этот шотландец хренов Видишь, мы инфункт получили Хорошо, что по взаимодействию Как будто он убежал туда Да, в зависимости от количества игроков Положите на плохую концовку Следующее количество песочных часов 4 Вот, вот это другое дело Ну, в принципе, мы все правильно сделали Правильно А к Колину я не пойду тогда Я пойду его валить Теперь переверните жетон плотника Чтобы его больше не было видно То есть, у нас было два пути Либо так, либо так Он, скорее всего, нам дал бы намек на наместника И мы бы пришли И сразу бы драться с ним начали Ну, мы это и как-то помнили, как-то знаешь, что это он Ну, да Ваш ход на этом заканчивается Так догадались Ладно Так, у нас есть еще что-то там А, у нас еще серый и зеленый Поехали Там мой ход сейчас будет Серый и зеленый Да, да Там два еще хода Давай, зеленый Ну что, пойти все чему? Опасно, конечно Опасно И у нас кубов мало белых Там очень мало Там еще красные кубы Я буду пять брать Там еще красные кубы А, нет, это ж не бой Это ж мне надо пойти провзаимодействовать с ним Мы не знаем, что там будет Мы не знаем Пойду к бочке тогда, наверное, пока Давай подготовиться бы как-то Вот эту тварь Хотя, смотри, у меня А, это твои приказы Это все у меня В том-то и дело У меня есть шкура А шкура это Что дает? Один белый кубик за два успеха Если шкуру сбросишь Да Ты говорил Продать ее можно, обменять А, да, да Ты что? Ты путаешь Блин А, ну можно же ее продать Вот на этот Это к торговцу идти надо Ну, скорее всего Там в бою с наместником Придется Ну Да Три кубика Если там будет бой То будет бой Обои у меня лучше Получается Ну что, до этого вольнуть? Или этого? Этот с золотом? Угу А, шапку от него можно взять Нет, там нарисовано Что у него здесь От него шапку можно взять Вот она шапочка А, нету шапки здесь Ну, нужна шапка и плащ Будет маскировка Тебя тогда видеть не будет А, ну тогда нахер не надо Нам это Это комбу надо собирать Угу Ну, самый На самом деле Наверное, лучший вариант Стражненько войнуть Вообще Если порассуждать Делать так Чтоб он тогда шел за тобой А я шел по кратчайшему пути сюда Давай тогда я к бочкам пойду Это самый логичный вариант Перебегу к бочкам Либо мне тогда надо Вот так оббегать Это долго Ну, это перебежка, блин, конечно Ну ладно По крайней мере, я в тени Если этот ко мне прискочит Я плюх сюда А ты выстрелить отсюда не можешь по стражнику еще? Ну, это с бочками непредельное действие А что нам бочки дадут? Давай подумаем А я не знаю Мы подумаем Ну, припасы, скорее всего Воду Ладно, давай по стражнику постреляю Просто так ты можешь еще кубы немного почистить На будущий бой Давай Хорошо Если не убьешь, так хоть почистишь У меня 5 кубиков Я его убью 100% Желательно максимально почистить На фиолетиков, да Вот раз фиолетик Там много фиолетиков Просто мало белых Много фиолетовых Два Уже хорошо Сейчас будет замечательно Я тебе говорю Три Уже замечательно Кра Пан Плохо Ну, он не догнал Самое главное Там еще красный есть Остановиться? Нет Нет А я могу сейчас походить? Нет Нет Хорош, боже Я провалил бой Ты провалил бой Ничего страшного Ну, я хорошо почистил Ты хорошо почистил Мы для этого это и делали Да Там белых Там три или четыре белых Ну, отлично Отлично Понимаешь, в чем дело? Ну, это было потно Если бы сейчас красный достал бы То, это был бы, ну, проигрыш Да Блин, вот это интересная новая механика Такая, типа Прям адреналинчику добавляет Понимаешь, сейчас будет серый Ну, и ты походишь А, этот не подвигался А он же ко мне побежит Если я пойду А, вот это тебе Ну, лишит тебя бега Ну, вообще не вариант И вот так Придется все-таки в обход А, что тут делать? И что в обход Ты добьешься? Добьюсь того, что я буду к нему Бежать Тот мне не догонит Застрели тогда этого Хочешь, чтобы тебе зря ход не терять Стой, вот здесь в лесу Да красный сейчас походит Если жопа Ладно, сейчас поспак Ну, а красный Если ты сюда отойдешь Тебя красный не догонит И постреляй по этому Там рок Там рок Ну, же неплохо Рок это жетон передостать Он тебе нужен будет Если ты этого боишься Вот он серый Ну, я типа отошел И так максимально влез Ну, это ты шагом сделаешь Да, шагом, да Мне шага хватит И стрелкой Три кубика тащу Там кубов не так много На самом деле Раз Два Упс Теперь не советую тебе Третий доставать Там их всего было два А, да То есть нет Нет Подожди Мы можем Да Нет, там еще один Да, походу Стой, локоть Локоть Я не помню Там еще один Высыпи все, посмотри Их всего было пять красных Значит один Значит один Рискуй Давай Давай Нет Все Ну все Мы отлично подготовились К драке с этим А теперь я побегу Ты ход сделал Но у меня еще вон еда есть А теперь я побегу Ну давай Надо, надо, надо Фильм, надо В смысле сюда? Вот так Все Ну давай Там сейчас фиолетовый Этот отойдет ко мне Или ты все-таки подожди Давай, подожди Не, не, не Давай не буду Не, не, не делай Сейчас точно фиолетовый Достань Достань его Да все уже В смысле достань Это конец А, второго фиолетового Да, это все Я же тебе про это и говорю Давай тогда сейчас тянуть Давай Давай тянуть Если красный выпадет Он все равно не ходит Они ходят только по кубам Так что пофигу Погнали Раз Я Делай, что хотел Вот, теперь мне надо Оббегать получается Почему? Ну ты за два хода Сейчас к этому Сразу доходишь Подожди Главное, чтобы А, нет, ты не дойдешь Главное, чтобы он Меня потом не догнал Ты не дойдешь за два хода А мы сейчас посмотрим Два, три А, слушай, может ты дойдешь Ну, типа в теории Дойдешь, дойдешь И Дойду Ну давай Давай Первый за этот Поставь ему Сейчас Раз, два, три Оп И за припасы И за припасы Второй, да Ну хорошо Может то, что ты с братцем Туком еще как-то поможет Хорошо мы их раскатили Конечно поможет Раскатили Кайтим, кайтим Хорошо, что это не десант Раз Два Так уголочек Не, Никит, судьбу не Нет Подожди Уголочек Уголочку Что судьбу Уголочками Три Двести Нормально я дотягиваюсь Двести Шестьдесят Уголками Я знаю Как защитить свою шкуру Предатель Ну Предательство Слишком сильное слово Из уст человека Предавшего собственного короля Это ведь вы заказали Копию короны Не так ли? Наместник Без лишних слов Вытаскивает оружие Теперь вы можете Попытаться Одолеть наместника Для этого нужно Вытащить из мешка Два белых кубика За один ход Если у вас не получится Вы или другой игрок Можете повторить попытку Награда Если он был побежден Читайте текст Плашки Дальше на этой странице Изи Клад Красную закладку Сюда Сейчас у меня семь кубов Ну да Этот топор А у тебя два меча И тук с тобой Давай Раз Два Сейчас подожди Белый сейчас будет Три Четыре Да ты запарил Пять Все Стоп А два надо? Два Хорош Наместник был побежден Тогда читайте дальше здесь Наместник смотрит на меч Лежащий перед ним На мягком лесном полу Он говорит хриплым голосом Как я могу быть предателем? Этот ваш львиное сердце Не мой король Какой верности Может требовать от меня Английский король? Какое мне дело До английского престола? Мое сердце Принадлежит Шотландии Квест под номером 114 Тебе Тогда тебе бы стоило Бороться с принцем Джоном А не помогать ему Такой тиран как он Будет править Шотландией Хуже Чем ты можешь себе представить Помоги нам Мы должны восстановить Честь Ричарда Нам нужна настоящая корона Наместник поморщился Затем тяжело вздохнул Насколько я знаю Она уже на пути К принцу Джону Где она? У кого сейчас? Шериф долгое время Держал ее у себя Но теперь он отдал ее Гаю Гизборну Тот каждый день Ждет прибытия принца Чтобы преподнести ему корону Сказка о ложном короле Станет еще более Правдоподобной Если у принца С собой окажется Настоящая корона Гизборн Бурчите вы себе под нос Этот человек опасен И со своим боевым конем Почти непобедим Но что если Обездвижить его? Я слышал Он не умеет плавать Ухмыльнулся наместник Вы одобрительно киваете Задача Вы должны Заманить Гизборна В тайный лагерь Шестьдесят Сюда До того Как последняя фишка Часов Будет убрана С плохой концовки В случае успеха Прочитайте Что произойдет Под квестом Номер сто шестьдесят Три Важно Жетон шестьдесят В настоящий момент Должен лежать так Чтобы на нем Было видно болото Угу Да Помните Вы откроете доступ К тайному лагерю Когда один из вас Исследует рунический круг Сто тридцать восемь Слева в лесу Угу Так как? Ну это бред какой-то Бред Значит он должен быть открыт Здесь две звездочки Его не надо было закрывать Там же сказано Где звездочки закрыть А тут две звездочки Я еще переворачивал Я говорил Типа две Две звездочки Не закрываются Ну ничего страшного И в том сценарии Он должен был открыть У нас быть А нам это все равно Ни на что не повлияло Нам надо было привести Скорее всего Если бы мы братца Тука В лагерь привели Нам бы сказали Вы молодцы Да мы и так его привели Мы дошли сюда И нам сказали Телепортируйтесь Дали бы поблажку Ну да Тут как бы это не играет роль Нет Там сказали Телепортируйтесь В темную часть леса И завершили Игру Да Все Да там же две звезды А в этом сценарии Все блин Это вообще просто Заманить его туда Где эта закладка Ладно Ладно Продолжайте читать Чтобы получить Серый диск Лагерь открыт А так он меня поймет Тут есть торговец Я могу у него И я его уведу за собой По-моему Отличный план Смотри А шкуру Не просто так давали Куда ты его за собой Уведешь Подожди Покажи Ну что ж Вот здесь он будет стоять Окей А потом тебе надо Будет вот так Да Разберемся Угу Во-первых Белый кубик Давай Заруем Угу Вот Сотка Надо бы белый достать Торговец приветствует вас Что здесь происходит Что это за волнение Вы хотите попросить Что-то для тушения пожара А подожди Это не то 103 Торговец смотрит на вас Сузи в глаза Шериф охотится за тобой И тебе подобными Не так ли Не хочу быть втянутым в это Ладно Давай быстрее Чего ты там хочешь Спросить о шотландце Спросить кто заключенный в крепости Что-то обменять Что-то обменять Конечно Чего вы желаете С верхнего свитка предметов На предметы на нижнем свитке Ну Шкуру Давай посмотрим Что там у нас есть Морковка Это шуба Так смотри И кинжал Морковка Чтобы ехать на лошади Или отправить ее Вы можете сбросить Одну морковь Вместо Вместо того чтобы бросать лиловые кубики Вместо того чтобы бросать лиловые кубики в мешок даже для поездки на большое расстояние достаточно одной моркови плащ вот тот из медвежьей шкуры со шлемом нормана если у вас есть плащ из медвежьей шкуры шлем нормана вас игнорируют норманы стражники и гай гизборн эта маскировка действует до тех пор пока вы не вступите в бой с противником затем верните кубик вашего цвета обратно в общий запас ну разовая короче да то есть если ты вступил в бой понятно и длинный меч двуручный белый кубик считается за 2 не может использовать дополнительное оружие логично кинжал кинжал во время действия бой без использования лука вытянутые красные кубики считаются белыми но это все как будто бы подожди белыми если они считаются то есть они его не двигают да они его не двигают прикольно но как будто бы нам это сейчас не надо надо нам нужен тебе сейчас до вход ну собственно говоря я меняю шкуру на а на нижнюю на любую шкуру вообще на любую да да шкуру наш на любой планшетик на любой другой предмет нижнего или нового да блин это на золото не поменяешь типа на рук урок херня херня нам сейчас белый куб нужен чтобы наступать двоем ушли ну давай рок броняна сейчас фиолетовый вытащим мы его заменим а нам фиолетовый нельзя словить поэтому я тащу и вот фиолетовый вот фиолетовый трачу рок и что происходит вот что происходит не там именно другой достается а вы можете за один рог вернуть его в мешок не применяя эффект взамен вытянуть другой но это такое себе другой никита я дудел а ты чё фиолетовый достал давайте охренел что эти не план урок я дудю а тут и правило так ничего ты дудел ты тени там всего ничего там серый фиолетовый красный на вот молодец пиздюк и я бы сейчас достал бы 1 ну это ты правильно а тебе бежать то вам не бежать да да я знаю а я нормана потушу ну и все и нормас ты бежишь сюда а я бегу туда на плиту да 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 все верно пока по плану не заворачивай туда да 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 блин а мне чего этого тоже обруливать теперь торговца ой господи какой кошмар куто придумали блин ты вовремя только достал ты так и да и я буду тянуть я дудел я тебе уже посмотрел ну какая разница итак и мы все это никакой конечно четыре угарные в африке четырюги смысле четырюги ты не видел ты не знал что там ты говоришь а ты-то знал ты говоришь давай реакции понял что он фиолетовый стреляю в нормана пять кубов надо два белых убил раз о пусть идет там больше нет красных пусть правильно что он хорошо что сюда пошел пусть 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 и белый ну не в любом случае утянуть ай ну не убил ничего страшно почистил все тени следующий диск какой нервяк то серый ну надо мне походить чтобы не бежать дальше согласен друзья через фигурки игроков я тоже не могу ходить а я не знаю по моему нет по живот по деревьям скалам домам замку реке водопаду предметам повозкам животным и людям ну короче обходи только себя не трогай я могу вот так немножко себя сдвинуть а потом назад не надо себя никуда чтобы ты пройти его тут мог нормально проходи а ты к своей этой женщине бежишь ну да тут это и понятно вот эту подвинь пирожками надо это чуть-чуть да 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 на лошадь перед лошадьми а так и дали из лошадьми тут прям миллиметр в миллиметр важно ну короче тут легко до нее дохожу поэтому сто тридцать читаю так женщина милая 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 ровно несет тяжелую корзину ну что я могу сделать для вас спрашивает она помоги мне чем-нибудь о я даже да я даже надеялась встретиться с тобой вот и много еды для тебя припасы дала о вот побежишь потом ты она переворачивать разовая тоже бы взял смотри истребитель ну и чё я могу дальше побежать правильно прямо сейчас выпрямо активировать мы я не побегу конечно но на следующий раз активирую поближе уже буду на на следующий ход активируем бум давай в кого стрелу кидать сломай мне только орла сломай тут так сделали специально поехал так фиолетовый красный кубик закидываем раз-два раз-два за игрока уж говорю там полно было мы все почистили не ну хорошо хорошо скоро добежит куда нам надо и чё там красный остался вот теперь давай поехали карета ну давай я не буду переворачивать что нам не нового не важно не переворачивать стою так за человечка минус один бард за каждого игра раз-два открываем новый жетон на 15 но повезло восьмерка не активировалась один пять десять 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 есть пять двадцать семь есть наверху четырнадцать шестнадцать двадцать один двадцать один уехал четырнадцать шестнадцать уехал и у нас гисборн еще один там принципе нам это и нужно закидывают это а подожди обои получается работает или что что дальше бой да я не в тени поехали меня подожди какой на хрен бой это не бой это они тебя схватывают вот я же говорю поехали подожди да ё-моё ты издеваешься но я тут причем не убили не получилось сейчас скажу что происходит они как стражники по сути да да получается у нас красная метка на той же где есть стражник да игрок попадает в плен его фигурка кладется ничком на жетон стражника земли нотингема раз-два свой следующий ход схваченный игрок может попытаться освободиться победив стражника блин то есть у тебя будет вместо хода бой если победишь что ты только встанешь отстой тук с тобой ты уверен нет только про тебя сказал вот я с отруже поехали на ошибись поехали зашибись и еще кидаем раз-два раз-два а так он к тебе а ты убежал уже карета опять на тебя второй раз не ловят уже валяешься подожди меня поймали мы не доиграли часы мы скидываем одну и пока все и сейчас она и сейчас смотри на два двигается бард это раз-два еще один еще доставая этот жетон печати на 2 до 100 7 8 9 а он переворачивается те которые поймали не переворачиваются по вот вовремя 7 но это важно уже не можете отпустить мало тебя задержали он даже не стражник ему разница 29 я повернул блин вот ты нам все заруинил да конечно я заруинил ты заруинил на самом деле правильнее было постановиться и кинуть на него ворону да ладно чё после боя кулаками не машут на кого ворону на него 7 8 9 27 все вроде до 13 19 20 20 где-то вот 13 уехал 19 19 и еще одни часики скидываются пипец мы всираем никита о чем мы можем сделать хочет идти тенина не давай сразу поделись подожди ты можешь походить белый кубик закинуть подожди да не чтоб не ловят я могу наверное пострелять и тебя освободить а так можно я сейчас посмотрю просто дотягивается да там может кто угодно но я не дотягиваюсь далеко далеко убежал мне возвращаться нет какой смысл я уж постреляю в этого да да я же говорю но главное все белые не тяни оттуда давай ты первый а подожди это что мешочек дает и было надо 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 его убить брошек что дает а так этот обход да и туда его убивать давай 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 ну типа под подойди под этим я медленно да мне бы же я вот сюда вот из леса я белый закинул из леса почист пожалуйста у меня пять кубов так пошел этот еще нагнетает блин раз один всего надо там очень много таких кубов хорошие то вообще остались да мало вот почистил на 33 в один да так и плюс два часы на него мешочек мешочек получил но я тебе его сразу даю ну бы я сейчас хочу сейчас белый подожди да я заю за белый смотри я же не смогу это в твоем ходу а ты сразу я даю тебе действия на бой давай 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 а ты потом уже побежишь я закидываю белый потому что на месте я должен достать два белых но без братца тука у тебя 5 мечте 2 меча 5 кубиков из них нам два белых стоп капец никита уже близко есть давай 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 красавчик ты встал на ноги и теперь я убегу теперь ты бежишь максимально этот умеет а вот теперь он умирает да он закрывается жизнь за него нам плюс 1 реабилитировались чуть-чуть сейчас я убегу и хватай брата его сейчас все нормально будет кричу я бегаю мимо брата хватай его 2 ты только что говорил мы руинем выиграли это руина да конечно комментариях никита руина хэштег никита не руина хэштег свободу где я ты меня убрал а вот отсюда стрелял лесочек так свободу саппортом смотри руина так сделали ну все это ггвп следующее сейчас твой да подожди но этот не доскачет в любом случае о серенький серенький а нам надо чтобы он доскакал я знаю времени капец будем ждать не нам ни один хрен надо тебе открывать и на самую поэтому давай я пойду я еще не там еще твой когда и твой там еще будет серый плохо вышел сейчас него этого нельзя ходить хочешь пострелять по нему вообще чтобы он тебя потом не схватил будет хуже я убил стреляю но вот отсюда ну белый хоть закину по-братски да ты успеешь дойти там еще будет ты уверен да там еще все его не убью поэтому она давай белый закидывал я бы такой в тени бы стоял стрелял а потом уже бежал по-хорошему потом бы ты напрямую добежал типа часто из тенисты и закидываешь белый кубик стреляешь из тени смотришь убил ты его или не убил если убил на следующий ход бежишь спокойно вообще даже не думаю блин ну ты жопа конечно ладно давно тактически стреляю стены беленький закидываем держи 5 кубиков давай потому что ходы еще будут красный пошел толпой ходят за мной все белый один есть да еще да ты запарил больше их там нет да и да уверен что нет все их пять анга вот и вот все верно тактически хорошо злина закрыли а теперь мы тянем и дальше будет бежать не переживай бамс я хожу вот как раз на весь вот ворона улетела чайка моя голубь и ты вместо действия можешь отправить ворону а на кого в принципе я без бега да пойду раз-два не на кого мало ли да там что-то я закину кубик сейчас вот так правильно коснусь на всякий случай водопада а его вот сюда вот под деревья спрячем дальше за собой ставь что он там можно там вода а ну короче типа по-моему нет иди искупайся сейчас мой льва фиолетовый закидывай два два вот вовремя все слушай ну молодцы хорошо тактически играем но он получается где прямо за ним становится тогда ну типа да и сам на парочку да и не толкайся сам не толкайся тесно вообще-ка это каретыш наверно нету да она уехала короче вот так тогда даже вот так можно подвинуть зеленый ходи а я чего это был последний все я беру возвращаю пока блин хороший интересно взаимодействуешь там вопросик да да и ну водопад замолкает короче переворачиваем я стою на водопаде я напоминаю я могу входить да теперь только осталось этого дождаться там да да дождемся дождемся все да погнали погнали а сейчас опасно кстати да нормально зеленый и чё нормально стоишь мне что-нибудь ничего не делаешь почему потому что ты уйдешь он закроется ну белый кубик закидываем да пипец да нормально все не ссы а вот это он давай подвиги а потом два фиолетовых и я встрял они тогда заходи пусть и он идет себе спокойно заходи 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 ты чё угораешь ты по тропиночке вот-вот я вижу я увидел увидел они теперь тут постоянно стоять пока он не забежит хорошо что мы этих повырубаем я взаимодействую с лагерем и он ко мне ближе тут нет вопросов вот я на него встал 60 тайный лагерь ловушка захлопнулась вы осторожно соскальзывайте в мутную воду положите свою фигурку в озеро а я купаю нормально я купаюсь с монком покупаемся когда снова наступит ваш ход вы можете в любое время снова поставить ее на берег жетона осторожно если гисборн коснется жетона 60 прочитайте что произойдет под квест номером 163 жетон 60 уже не переворачивается если осторожно что осторожнее если гизма коснется ну типа что-то плохое внимание ну короче не ссы у нас задача его туда заманить смысле осторожней нормально все будет тетяу тетяу доставай я купаюсь погиб гисборн давай закидывай не расслабляйся надо давай-давай-давай да я закину ты не только ся ты скажешь что назад развернулся какая разница давай а можем потратить это на его нет только серый да да я не знаю еще есть типа два кубика закинь дальше я вообще не понимаю фиолетовый в смысле надо дождаться пока он туда прибежит и закинь 2-2 сейчас закину последний красный ну и все там красный остался по моему красный это раз-два минус часики достань жетон достал минус еще одни часики до этих давай не будем переворачивать это вообще там арт они часики но знаешь как может сработать типа вот так но какой-то это уже с 9 9 ушло все 9 ушла поехали ой чё замешивание жетона сижу давай короче ты фиолетовый достал да подожди ничего не добегая ломай я серый достал все серым пошел серым пошел значит это все равно это с закидываниями двух фиолетовых да вы издеваетесь когда не надо да понеслось все он короче здесь а мы купаемся с монахом если они сейчас скажут вы проиграли типа там сюжет такой был осторожней так ты чё паникуешь вот квест номер 163 гизборн подгоняет свою лошадь если бы он только поймал этого разбойника это был бы достойный приветственный подарок для его господина несомненно когда тот повысил своего верного несомненно тогда тот повысил бы своего верного слугу до лорда но пока наемник с улыбкой обдумывал эти мысли он вдруг почувствовал что что-то не так лошадь под ним споткнулась и внезапно мир начал вращаться вокруг него ледяная вода обняла его с плеском и хлюпом так там холодно там плавал красиво и прежде чем он успел разобраться что к чему он осознал что обречен на смерть ведь он не умеет плавать положите стоящую фигурку гизборна он больше не двигается как все просто некоторое время гизборн приходит в себя первое что он понимает прошло не так много времени с тех пор как его спасли из озера ведь его одежда все еще мокрая затем он он обнаруживает свою лошадь которая пасется на другом берегу реки и явно ни в чем не нуждается сам он очевидно попал в ловушку и сейчас связан и теперь он наблюдает как разбойник которого он так долго выслеживал обыскивает его все дельные сумки конечно этот подонок спустя небольшое время уже держит ее в руках корону англии теперь переверните жетон 356 на новых фрагментах игрового поля слева от тайного лагеря проход это корона есть она в лесу валяется игрок чья стоящая фигурка на данный момент находится в тайном лагере стоящие ну типа вот это ты положил меня купаться теперь кладет один кубик своего цвета на изображение короны она у тебя важно только если вы уже выполнили вторую цель приключения и у одного из вас есть предмет письмо предмет письмо нужно было выяснить кто эти то твою жметь ты серьезно а мы сидели если вы должны продолжать попытки разгадать тайну заключенных крепости надо разгадывать тайну заключенных а в смысле мы сидели да мы сидели ну потому что я здесь стоял чтобы было я понимаю я забыл про это вообще так игра продолжается да мы не проиграли так он нам теперь не мешает он не мешает да на самом деле мы правильно сделали что вывели его себя и время у нас еще есть два раунда а меня теперь бежать оттуда надо получается да ну погнали вот так вот блин два раунда блин тогда надо было перевернуть все это давай шесть еще шесть девять шесть пятнадцать восемнадцать двадцать двадцать ушло шесть здесь восемнадцать восемнадцать здесь все да но видишь это все играет роль мы всегда у нас мало времени всегда торопимся что нам делать с этим фиолетовый не ходит да раз он получается не двигается на добавляет красный метовых и красных и чё делать где эти искать зеленый а я смогу выйти потом оттуда если ты отойдешь нет она закрой а почитай про лагерь там нету каких-нибудь выходов оттуда а там же было с озером я взаимодействую что-то на другой стороне озера появляются или что там взаимодействие положите свою фигурку в озеро можете в любое время снова поставить ее на берег жетона 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 что он 60 не переворачивается из лагеря как-то можно было выйти типа не обязательно постоянно стоять ну да тайный лагерь да да про правила тайного лагеря не может быть такого что ну вход понятно один на выходов наверно будет больше герб для нас советы по деревьям скопать кстати подсказках написано что на лошади две звезды она в конце приключения будет там же где вы ее оставили там было чего-то в правилах по выходу из этого тайного лагеря я не знаю ты уверен что в этой башне не как мы сейчас туда пойдем там вопросов нет что мы там узнаем в этой башне нам надо не в башне о них узнавать а вокруг понимаешь понимаешь это тогда туда надо на коня и ехать да надо вот с ней говорить в замок мы попасть не можем он закрыт то есть у нас вот в на лошади фиолетовая кубика нам пофиг не ну правда непонятно я чё реально не могу отсюда выйти бред какой-то да ладно пусть он открыт будет ничего смысл стоять на этой херне давай поехали ну ходи я достал вот зеленый да короче я пойду эта херня остается открыт это камушком надавил ее и похрен не ну чисто в теории это очень странно что не понимаю куда мне ходить коню иди не надо убивать норманов чтобы вот этот отскакивал и коню идти ну так это по пути норманы и кони все по пути стреляем надо два белых там еще столько есть есть да вы издеваетесь красный херня красный вот что на что влияет а этот убег я про ну одни часы потеряем и вторые потеряем и все раз-два-два мы проиграли честно я переигрывать не хочу сценарий ну давай прочитаем плохую концовку за один ход мы бы ничего не сделали правильно 213 на расслышали сыграйте приключения снова бла-бла-бла давай короче где мы что вот что ты думаешь чтобы нам помогло на коня идти говорить женщины с женщиной давай 200 вот посмотрим ради интереса меган смотрит на вас покрасневшими глазами вы быстро шепчете и хорошие новости алекс свободен шепчет она потом она обнимает вас и плачет надежда увеличивается на два и переверните жетон вот ну как бы еще проигрыш да дальше какие еще варианты у нас с кем еще можно поговорить ну давай вот с этим до 80 на рандоме у всех подряд тыкаться тоже не хочется я просто честно я не понимаю это надо с горожанами идти говорить внутри это нам эта фигня не какая крепость я ничего об этом не знаю как ты туда попадешь через веревку 111 она там не висит 3 ты видишь там веревка но она не висит но мы типа взаимодействуем и только если у вас есть веревка можно продолжить чтение я понял вот типа хорошо у торговца шкуру меняем на веревку допустим уберите кубик вашего цвета переверните продолговатый жетон хорошо допустим есть веревка и здесь можно и потом мы говорим а ну через карету можно не важно мы по 25 мне кажется горожане что-то знают хера ничего знают я тебе говорю женщины горожане кто говорит что говорит зачем говорит допустим дева мэриан да тревожные крики не этот горожане помогают только сбежать вот сюда все больше ничего башня 212 туда ключ нужен да ключ нужен ключа нет что еще но это все торговцы бочки да не бочки это шляпа это провизия ну типа как будто мы все правильно сделала вы получаете бочонок рог и морковь хрена себе ага вот все ненужное а что тогда что-то упустили нет вот давай вот этим вы тоже торговец просто а что а может мы типа узнали кто они все вот тоже понять нам не сказали мы мы его заманили в ловушку кинули он обездвижен корону нашли типа мы все сделали а что еще это странно ну а что еще вообще есть ну виселица но это все виселица кстати 121 ну давай виселица это не то то что вы делаете здесь очень рискованно если вас заметит стражник нет ну веревку срезать оттуда можно свиселиться это все фигня мы что-то упустили а тут не двойные эти конечно они открыты и пары сетты ты же закрыл двойные полумесяца блин барана я же не надо было закрывать а здесь двойное нет это я проверял туда просто надо идти здесь взаимодействовать давай 315 типа у нас типа один ход у нас остался мы телепортнулись 315 только если жетон крепость уже убран осторожно подходите видели кузнеца алекса до подожди но это поддельная корона это не то все я сейчас прям расстрою немного а там чё 305 305 а вот небольшие ворота в башню плотно закрыты все то что у нас это у нас убийство глава нет это ловушка захлопала вушка ничего ну вот я ж про то и говорю а вот эта пещера 324 закрыта а там вопросе нету ничего важно лучше 164 но это этот освободить до проходы это не то ну да перевернуть чтобы была видна тропинка проходы а где подожди а муж мы выполнили все звучит у нас нету предмета письмо у нас нет письма тайна заключенных в крепости вот отлично лодка 208 это телепорт на этот на мельницу ну да что еще остается будто бы что-то пропустили 64 это ру и дерево и вода рыбчу дерево трухлявая дерево что осталось у нас то это торговцы все очень странно очень странно башня закрыта нужен ключ где взять ключ я в ступоре не 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 открывай лагерь на вот 60 почитаю квест номер 163 переверните жетон 356 это корона да я не знаю а короне надо всех расспрашивать ну а кого еще можно поспрашивать торговец раз торговец 2 торговец давай кто там 310 точно одного из торговцев надо там какой-то 310 да да 3 давай торговцев спрашивать а ну блин ну ребят ну правда это странный какой-то это бы ничуть не 310 вот 313 зачем так надо было делать торговец указывает на что-то в тени деревьев только сейчас вы понимаете что там что-то лежит теперь переверните жетон 300 слева от торговца 300 и вот вот он и что это могила там могила и что это 300 какой там 300 просто 300 жетон 300 ну окей идем к могиле ну но это вы осторожно склоняетесь к мужчине первое что вы замечаете это его танзуру когда вы осторожно переворачиваете его вы понимаете что помогать ему уже слишком поздно потом вы узнаете это отец эгберт что здесь произошло кто посмел поразить божьего человека вдруг вы слышите далекий стук копыт переверните жетон 320 чтобы был виден гонец вон там рыцарь едущий из крепости да вот где тут нет вот 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 из крепости он же бежит господи может быть он знает что здесь произошло и кто заключенные в крепости как бы там ни было сперва вы решаете похоронить священнослужителя уберите жетон 300 из игры короче ну это было вообще непонятно если честно я потом скажу и теперь с этим взаимодействуем 320 323 лошадь гонца встает на дыбы с дороги у меня важное послание из крепости для моего господина шерифа на тингемского теперь вы можете попытаться одолеть гонца для этого нужно вытащить из мешка два белых кубика за один ход допустим мы вытащили если первая попытка не удалась жетон гонца немедленно переворачивается переверните жетон 74 посреди леса ну короче он ускакивает дальше ну ни хера себе если он был побежден вы можете читать дальше под квест номером 302 302 читаем мы его победили пощади мою жизнь я просто гонец я просто выполняю приказы выражение вашего лица мрачнеет просто выполняешь приказы уже за свои слова ты заслуживаешь хорошей трепки лучше скажи мне кто заключенные в крепости верные короли люди рыцари и солдаты влиятельные вассалы которые могли бы за очень короткое время призвать большие армии все мужчины которые твердо стоят на стороне ричарда вернее стояли бы потому что тут он достает из нагрудного кармана свернутый пергамент вот посмотрите сами это сообщение которое должен был передать вы ломаете черную печать с изображением ворона и разворачиваете пергамент смотри классная механика он пустой на нем есть слова вы чувствуете как вас охватывает разочарование пустой пергамент что это значит но прежде чем вы успеваете повернуться к гонцу он вскакивает на лошадь и уезжает отвлекающий маневр здесь надо на просвет короче на просвет смотришь вот так видишь там да я вижу прикол господа все готово мы убили или взяли в плен всех солдат и рыцарей верных королю от побережья до нотингема таким образом устранены все возможные сторонники ричарда ничто не помешает высадке наших войск нотингем будет гореть да здравствует принц джон на просвет это прикольно это интересно молодцы так переверните жетон гонца ну понятно ну свалил очень важно поместите один кубик вашего цвета на изображение письма ну допустим короче там я его нашел а где письмо вон письмо вон свиточка даже если пергамент пуст по крайней мере теперь вы знаете кто заключенный поздравляем вы выполнили эту цель приключения вторую часть мы тоже выполнили класс номер 301 напротив вот вы победили теперь поставьте по одной из стоящих фигурок каждого игрока и брата тука на жетон на котором лежит фигурка гисборна мы в лагере с настоящей короной друзья смогли наконец доказать что ричард стал жертвой интриги брат тук захлопал в ладоши мы сделали это правда я боюсь теперь я действительно преступник как и вы господи если бы мой старый аббат из кентерберри знал все смеялись все даже гай гисборн и когда наемника наконец прекратил воцарилась жуткая тишина ваш триумф будет недолгим прошептал гисборн корона и все такое просто маленькие шутки игры с небольшой надеждой на успех даже несмотря на то что у нас почти получилось заманить короля в ловушку но в конечном счете все это не имеет значения потому что истинный план только крепнет о чем ты говоришь гисборн закричал робин и друзья испугались потому что впервые за все то время что они знали робина они услышали в его голосе что то такое чего никогда ни при каких обстоятельствах раньше не слышали неподдельный страх но гисборн только рассмеялся вы перехватили сообщение из крепости в нем есть все что вам нужно знать пергамент был пуст рявкнул брат тук нет это не так сообщение написано особыми чернилами вам просто нужно поднести их к свету и вы просветитесь важно жетон 300 больше никогда не вступит в игру это тело этого оставьте все жетоны на игровом поле теперь вложите обе закладки между страницами 18 и 19 ну короче следующее приключение ну говори что ты хотел сказать да и что говорить ну такой чит ну чит хорошо осудят но ну а че ты хочешь вот нет заново переигрывать я хочу что сказать не то что заново переигрывать сколько во первых это было пипец как непонятно ну типа ты для себя понял что это просто торговцы а они не все просто торговцы особенно на новом поле особенно вот этот не просто торговец какого хрена если он блин сидит под планшетом торговца И что? Как будто бы просто торговец. Типа ты приходишь, торгуешь и получаешь. И что, Никит? Торговцы в РКПГ тебе никогда квестов не выдают? Не-не-не, подожди. Окей, ты бы подумал, что он нам нужен для того, чтобы письмо получить? Не подумал. Вот и я не подумал. В этом и загадка. Так ты сидишь и голову ломаешь. Ты будешь просто обходить все поле и тыкаться во все. Оно не должно быть таким. Оно же должно подсказывать на что-то. В смысле? До этого, когда мы сейчас играли, оно все... Там нет никаких подсказок. До этого, когда мы сейчас играли, оно было интуитивно понятно в том плане, что ты делаешь логическую цепочку и ты понимаешь, что вот это он, что вот это какой-то предатель, вот этот вот и так далее. Оно все понятно. Но до того, что вот это торговец, тут нет подсказки. Типа, хотя бы если бы кто-то нам сказал, что я знаю человека там на... Где там? На юге. Ну мы же не все со всеми торговцами говорили. Может где-то и была подсказка. Если вы пойдете на юг, вы найдете человека, который вам подскажет где искать письмо. Грубо говоря, да? Очень грубо говоря. Но такого нет. А просто ходить тыкаться, это неправильно. Не так это должно работать. Окей. И мы думали, что вот это концовка. Нет, нам сказали, что у нас два задания. Ну мы сейчас... Я лично думал, что мы сейчас его заманим, типа и... Ну это ты так думал. А нам в начале приключения сказали, у вас два задания. Два. Две части сценария. Две части. Мы на первую забили. Мы решили просто его заманить. Давай, давай, быстрее, быстрее. Пусть он сюда. Быстрее, быстрее. Надо было... Как ты его по-другому заманишь? Как? Если мы уже взялись. Как ты его заманишь по-другому, если один отсюда уходит и все, он туда не попадает? Понимаешь? Понимаешь. Сложно. И отсюда мы выходили. Понятно. Из лагеря мы выходили. Мы прыгали вот с этой крыши и... Как-то сумбур какой-то получился в этом сюжете. Да все четко в этом сюжете. Я не согласен. Ну, типа, это твои проблемы, что ты не пошел и не говорил с торговцем. Да, надо говорить со всеми. И, типа, оно и рассчитано, что ты со второго раза только поймешь. Вот это да. А во втором прохождении, смотри, во втором прохождении там некоторые фразы будут другими. Может быть, тебе кто-то более четкий намек даст. Как будто бы вот этот сюжет прям рассчитан на второй прохождение. Может быть. Как будто бы прям рассчитан. Ну, нам, видишь, не хватило ходов. Естественно, рассчитан на два прохождения. Как будто бы прям рассчитан. Я бы так сказал. Ну, теперь ты знаешь, что даже торговцы здесь могут быть важны по сюжету. Вот, понимаешь? Жесть. Как-то так, друзья. Что ж, встретимся с вами в финале. Фу, сложно. Подписчики на Boosty уже могут посмотреть это видео. Все остальные тоже увидят в общем доступе где-то примерно через недельку. Но те, кто нас поддерживает на Boosty, большие молодцы. Это действительно большая для нас помощь. Да. Мы можем купить себе шаурму. Вот. Все. Всем спасибо и до следующей встречи. Пока-пока. Просто, видишь, я против механик тыканье. Знаешь, вот... А игра про это! Про это! Нет, тут есть... Подожди, тут есть сюжет. И тут тебе говорят. Тыкайся. Дают подсказку. Не тыкайся. Дают подсказку. И дальше уже ты начинаешь делать логическую цепочку и понимать. Здесь подсказки на торговца не было. Мы играли первый сюжет. Нам тут руинки дали. Тут пещерку дали. Тут это то. И ты пытаешься... Мы все равно тыкались везде. Что по пути. Но у нас логика шла. А этот просто был не по пути. У нас логика шла и логика складывалась. Сейчас логики тыкаться во все не было вообще. Ну, не было. Я не люблю тыканье. Не было. Я не люблю тыканье. Ну, знаешь, как обычно в играх? Тебе говорят. Найди щипцы, найди кусачки, ты откроешь дверь, взломав замок. Окей, мы знаем, что... А потом дверь не взламывается кусачками, и ты ходишь, эти кусачки везде тыкаешь. И ты тыкаешь и думаешь, какого хрена? Оно не должно так работать. Я тебе вот о чем. Ну, не знаю. Поэтому меня это сейчас немного выбило из кали. Типа, что? Ну, это непонятно. Зачем? Ладно.